всем огромный привет добро пожаловать на мой канал с вами начинаю новый влог девочки у нас не санкт-петербург у нас сочи как минимум серьезно у нас снова жара вот но уже знаете уже привык к жаре и уже намного легче и переносишь вот но я думаю что осенью будем мерзнуть потому что на самом деле уже привыкла к жаре вот лично я и многие мне даже собака уже привыкла она правда у меня бона лабрадориха на меня второй раз уже пошла линять то есть она линяла у меня конец мая начало июня и сейчас еще раз начала линять то есть у него там шерстка обычно у нее кожи не видно а сейчас вот прям аж кожа видно представляете шерсть как начала вылезать потому что конечно очень жарко вот сегодня тоже жара но как-то вечерком уже более-менее полегче то есть до этого когда было жарко и вечером было жарко час вечерком уже попрохладнее так что сегодня вечером буду готовить хочу приготовить ну так на несколько дней да вот и буду готовить вместе с вами у меня вот это вот вот это вот все это веснушками то что-то спрашивал что пигментные пятна нет это веснушки я на самом деле мой натуральный цвет волос он темно-каштановый такой сраженной но такая ржана знаете как ржавчина такая вот примерно особенно на солнце я сейчас правда волосы не подкрашиваю не знаю что-то мне никак не добраться вот то есть видите корни вот у меня где-то вот настолько отросло но есть есть у меня седые волоски поэтому я обычных крашу и соответственно у меня есть веснушки на лице вот на носу меня они такие некоторые достаточно больших и некоторые поменьше общем я такая веснушках все вот так что так что вот такие вот у нас дела вот сегодня будет влог немного обо всем и сегодня ко мне приедет снова заказ ламуда я заказала там мальчишкам своим старшему и младшему там футболки шорты и все такое сейчас же во все в основе такая основная одежда обычно у нас это спортивные костюмы штаны летом вот а сейчас в общем заказала кое-что и вам сегодня обязательно покажу ну и так немного обо всем а и Сейчас еще хочу показать. Сейчас меня просили показывать лимонады, которые я делаю. У меня вот такие, нашла уже чашки, ну кружки, да, это из-под пива. И вообще, я не знаю, сто лет в обед. В общем, сюда я положила что? Клубнику, сахар, лайм, лимон и немножко льда. Льда окладу немного, так как у меня пьют дети, чтобы не совсем холодно было. Хотя напиток получается холодно. И вот у меня святой источник, это газированная вода. Тут у меня в одной баночке чуть-чуть осталось, во второй баночке чуть-чуть осталось из холодильника. Просто все это заливаю и сразу же, давайте, с этой чуть-чуть. Потому что это у меня не холодная. Уже залью уже, чтобы не пропадало, да? Вот, и заливаю все вот это вот дело газированной вот этой водой. Кладу обязательно соломинку, чтобы у меня перемешали все. Сейчас еще схожу. То есть перемешивать вот этот сахар с клубникой. Сейчас еще надо одну бутылку открыть. У меня в кладезнике запасы есть как раз. И вот такой вот лимонад у меня получается. Смотрите, какой вкусный, аппетитный, просто обалденный. Сахар сейчас там растворится. Но вот этой соломинкой у меня обычно... Соломинкой, трубочкой. Соломинкой, я это называю. Девочки, извиняюсь. Трубочка, соломинка. Вот, все это перемешивается. И вот такая вот, такая вот вкуснота просто. Скажите, девочки, очень аппетитно выглядит. Особенно с клубникой. Но клубника в основном только такой аромат и немножко кислинки тоже дает. Вот этим лимонадом очень хорошо уталяется жажда вообще. Вариант, конечно, как с газированной водой, он получается как мохито. Но вкуснота, скажите, выглядит просто супер. Да, Владик? Да. Так что сейчас отдам. Сделала как раз своим мужчинам и себе. Вот он мой красавчик. Кто просил красавчика почаще показывать? Зачем ты лежишь на моей гладильной доске? Я тут белье сейчас буду разбирать. Настирала, высохла уже. Ну, попутно гладить. Если кто-нибудь даст мне погладить, то лежи, что для того, чтобы тебя тоже гладили. Да? Да, моя кисуля. Ух ты, моя кисуля. Да. Чтобы гладили тебя, да? Мама будет тебя гладить, да? Гладить. И белье погладит и тебя. Ты моя кисечка. Ты мой сладкий мужчина ты какой. А? Самый лучший. Самый лучший. Да. Вот такой вот у меня красавчик. Такой красавчик. Жарко красавчик. Да? На гладильной доске, чтобы погладили лежит. Девочки. Да? Ну, шлопченький какой у меня. Шлопченький какой. Да. Рыжий мой котик. Любимчик наш. Да? Самый главный у нас? Да? Мой самый главный кот. Ну, зачем ты себя лежишь? У меня руки чистые, я помыла. У него есть такое сейчас. Особенно в жару если его погладишь, он себя намывать начинает. Типа руки грязные. Да? Красавчик вот. Хороший. Ну, все. Рыжий тут. Не помещается, правда, на гладилке. Попа. Попа не помещается. Мой сладкий. Не буду ему мешать. У нас сейчас на улице жарко. Я пришла тут полежать в нашу темную комнату. Самая здесь прохладненькая, хорошо. Вот. Ну, попутное видео поредактировать для вас днем. И смотрите, что происходит. Что происходит? А вот этот тапок, кстати, знаете, девочки, это что? Это старые тапки у нас были. Так как Джуз очень любит у нас утаскивать всякие тапки. Мы ей отдали. В общем, она их растрепала уже в усмерть. В общем, одна у меня тут подруга, вторая подруга. В общем, так и живем. Вот. Ну, вдруг мама пойдет готовить что-нибудь из мяса. А они не в курсе. А так они в курсе все время. Охранницы мои. Дрыхнут тоже. Лежат. Тихий час у нас. Перерыв. Между работой. Ой. В общем, так и лежу. Я в купальнике у девочки. Ну, потому что жарко очень. Вот. В общем, так и лежим. Ну что, девочки, приехала ко мне Ламода. Да, я заказываю 10 вещей с примеркой. Все у меня мерят. И только после этого я оплачиваю. Вот. Сказала детям обувь. Старший у меня ни в какую не хочет ходить в босоножках. Только в кроссовках. Только в кроссовках. В общем, взяла ему вот такие вот. Они тоненькие. Знаете, такая просто здесь ткань. Вот. И вот такая стелька. Кстати, кроссовки очень классные. Достаточно легкие. Очень ему понравились. Подошли с огромным удовольствием. Будет их носить. Видите, это у меня. У него 39 размер. Я ему уже заказываю все не в детском разделе. У меня мальчишка крупненький. Так что да. И младшему взяла. У него были босоножки, но порвались. Вот такие босоножки. Ему они очень понравились. В общем, будет с огромным удовольствием тоже у меня бегать. Вот эта марка Антилопа. Кстати, часто от нее беру обувь детям. И очень нравится. Ну, старшему уже не беру. Да. Младшему беру. Так, старшему еще своему я взяла вот такие шорты. Это марка Остин. И они очень, кстати, прикольные. Они такие сделаны, знаете, из такой тонкой хлопковой ткани. То есть это не как трикотажные, а вот такие шортики идут на резинки, на завязочках, соответственно, на кармашки. Здесь кармашки, здесь кармашки. Немного к ним липнет все, но я постираю с кондиционером. Будет отлично. Ну и к этим шортам он у меня взял две футболки. Вот такие две одинаковые. Вот так вот называется эта марка. Вот эти футболки я как-то в прошлом году заказывала племяннику, когда он у меня здесь гостил. И вот у меня старший сынок тоже захотел такие футболки. Взяла самый маленький размер, эску. Эмка, конечно, вообще ему была большая. Точно заказывала у меня три футболки. Но в итоге взяли две. Потому что я заказала две эски и одну эмку. Эмка большая. Они ему длинные. По длине, да, потому что это уже на взрослого. Но и такие оверсайз, мега оверсайз сидят. Ему это безумно нравится. Вот с этими белыми кроссовками, бело-черными. Получается у меня такой прям крутой парень. У него еще кепка есть бело-черная, такая с черепушками. Он просто у меня крутой парень, девочки. Девочки, держитесь, да, что называется. А младший у меня взял вот такие шорты. Они, правда, трикотажные. Но ему очень понравилось. Понравилось тем, что есть вот такие вот яркие завязки. Вот так называется марка Рокси. Кто-то там, в общем, вы поняли, да, что за марка вот такая. 134. Ну, ему так тоже свободненько, но хорошо сидит. Вот. И вот такую вот футболку. Это футболка марки Костин. Вот, кстати, предыдущие тоже такие оранжевые я брала. Ему футболочки от марки Костин очень классные. Классное качество. Мне очень понравились. И ничего не линяет, не сминается. Вот этот рисунок остается постоянно. В общем, он у меня с босоножками. Вот. Будет тоже. В общем, у меня красавчики, девочки. Ну, и нам с мужем всего по одной позиции. Мужу взяла вот такие вот носочки. Это, ну, он в спортзал, в общем, ходит в них. Вот. Такие адидасовские. Здесь три пары. Вот. В общем, ну, такие нормальные. Хорошие носки. Вот. А себе я не удержалась. Долго я смотрела на эту поясную сумочку. Прям очень долго, девочки. И все думала, надо мне, не надо. Нет, мне нужна такая сумка. Потому что, опять же, сейчас я гуляю. Вот вечером идем гулять с собаками. Я же для вас снимаю. И мне нужно брать с собой телефон. Вот. И бывает такое, что ни у меня, ни у мальчишек карманов нет. Ну, точнее, мальчишкам я свой телефон не доверю. Да. Мужу там карманов нет. У меня нет карманов. И взять тоже вот такую... Чисто положить сюда телефон и ключи от калитки, да, от дома. Вот. В общем, очень мне понравилась эта сумочка. Сумка классная. Вообще, можно... Я не... Ну, то есть, у меня есть уже поясные сумки. Я их ношу не только на поясе, но и как бы на плече. То есть, ну, в общем, по-разному. Вот. Ну, сумочка очень классная. Плотный материал. Это, ну, соответственно, и не кожа, ничего. Это просто такой материал. И здесь идет один вот такой вот кармашек. Томми джинс. Вот. Так что вот такая вот прикольная. С джинсами можно, с платьюшками, со всем чем угодно. В общем, я со всем чем угодно подобное ношу на лето. Это просто бомбическая сумка. Тем более на нее была очень хорошая скидка. Поэтому я взяла. Вот. Так что вот такие вот у нас были покупки и ссылки. Как всегда, я, кому интересно, оставлю вам внизу в инфобоксе. На ужин я сегодня буду делать крошку-картошку. Ну, такой, скажем так, детский вариант. Я делаю ее без грибов, без мяса, просто сыр и... И что? И колбаска какая-нибудь. Вот у меня есть вареная колбаса. Как раз я с ней и сделаю. Вот. Спрашивали меня тоже. Я уже показывала, как я делаю. Беру картофель. Сейчас хорошо, картошка молодая уже продается. Хорошенечко чищу прямо щеточкой. Потом на полотенчике у меня обсыхает. Заворачиваю фольгу. Вот таким образом. Вот. И ставлю в духовку. Все зависит от размера картошки. И если вы хотите большую порцию, то можно две сразу вместе положить и зажать. Но я вот делаю такие у меня не очень большие картофелины. И ставлю в духовку при температуре 200 градусов. Ну, в разогретую, да, духовку. Где-то примерно на полтора часа точно у меня стоит. Ну, вот это вот, наверное, полтора часа я как раз и поставлю. Вот. Ну и потом будем делать начинку. Начинка любая. Так как вот все были в ресторане, наверное, крошка-картошка, да. Можно и курицу с грибами. Ну, чаще всего делают курицу с грибами. Можно, не знаю, какие-то копченые колбаски добавить. Все это с сыром. И все это будет очень-очень вкусно. Я делаю, как бы, такой детский вариант. А муж у меня просто еще берет мяско дополнительно к этой картошечке. Вот. Ну и, конечно, девчули тут караулят меня. Как всегда, поспали со мной в одном месте, теперь в другом месте. В общем, боны вообще при оружии, как вы видите. Вот. В общем, готовить со мной. Мне не скучно готовить. Очень даже весело. И еще я сегодня решила сделать фасоль с овощами. Ну, в основу у меня фасоль. Значит, лучок вот такой большой взяла. Сейчас я все это буду чистить, подготавливать. Морковка у меня вот такая. Ну, я тут ее на супчик брала. Естественно, у меня такой кусочек остался. Я его как раз потру. Перец у меня один остался вот такой. Но, видите, он уже такой не очень хороший. Поэтому я его буду как раз в тушеную овощи добавлять. И достала. Это у меня с прошлого года остались два замороженных вот таких перчика. Я их тоже брошу туда в овощи и помидорка. Все это порежу. И здесь у меня варится как раз... Ну, я ее предварительно замочила. Естественно, здесь варится фасоль. Она уже почти готова. Я варю ее практически до готовности. Вот. И как раз обжарю овощи. Потом добавлю фасоль, соответственно. На вот эти овощи все обжарю. И еще добавлю, конечно же, томатную пасту. Ну, а там соль, перец, приправы по вкусу. Так, в принципе, быстро, просто. Все это у меня немножечко протушится и будет готова. Такие овощи. У меня, кстати, подобная фасоль. Другой муж любит кушать именно в холодном виде. Вот. Так что сейчас приготовлю. Сейчас у меня доварится. И здесь я варю. У меня тоже с прошлого года. Брокколи. Хотел сказать, бруссельская капуста. Брокколи. Это мне в прошлом году. В общем, она у меня, видите, такая не очень. Давала сестра. Она у себя выращивала на огороде. А цветная капуста это моя. Это замороженная. Просто прошлого года у меня тоже еще осталось. Еще всякие остатки подбираю. Я просто сюда добавляю соль. Отвариваю. И все. И я ем. У меня никто не ест вот это все. Даже и суп с цветной капустой не едят. Ничего такого. Мне не едят мои мужчины. Вот это обычный ем я. То есть мне вот это вот. Вот у меня почти целая кастрюля, да. И мне вот этого, вот этого всего, не знаю, неделю. Ну, в общем, несколько дней точно я буду есть. Использую тоже на ужин в качестве гарнира. Вот. Так что сейчас буду как раз делать фасоль. Ну что, порезала я все овощи. Вот таким образом морковку я натерла на терке. Сейчас добавлю сюда немного маслица. И буду все это обжаривать. А вот как раз таки помидорку я добавлю уже в конце. Все то же самое можно готовить только с мясом. С любым. Там, не знаю, говядина, свинина. Можно даже с курицей, с индейкой, с чем хотите. Вот. И тогда нужно вначале обжарить мясо, а потом уже добавить овощи. Ну, я делаю без мяса. Как-то хочется без мяса. Ну, так что здесь у меня уже как раз от... Ой, извиняюсь. Отварилась фасоль полностью уже. Сейчас буду обжаривать это. И здесь у меня тоже уже почти все готово. Вот такие вот овощи у меня получились. Я еще добавила сюда зелень с огорода. Это, ну как, фасоль с овощами, да, получилось. Это у меня кинза и немного укропа. Здесь вот такая вот вкуснятина. Она когда остынет, он будет более такой плотненький. То есть немножко как-то застынет вот эта водичка. И получается очень-очень вкусно. Вот. Прям обалденный. Я добавляю еще сюда побольше перчика. Он такой у меня остренький получается вот эти овощи. Мужу так очень нравится. Ну и томатная паста положила не очень много. Так что вот такая красота у нас на ужин. И сейчас у меня уже подходит как раз картошка. Будем делать заправку для крошки картошечки. Ну чтобы стояла моя картошечка полтора часа. Теперь я буду вот так вот снимать вот это. Вот. И разминать вилочкой. И буду добавлять сюда сливочное масло. Сверху вот колбаску вареную я порезала. И сыр. И ставить снова в духовку. Ну буквально минут на 10, чтобы сыр просто расплавился. Вот. Тут я еще параллельно салатик готовлю. Моя капуста такая не очень презентабельная. Но готова уже. Вот. Так что сейчас будем делать. То есть я вот эту вот кожуру разрезаю вот так вот. Нажим, да. На три части кожуру как бы вот сюда. Вот так вот. И вот это вот тоже вместе с маслом сливочным буду разминать. Что получилось такое пюрешечка. Да. И забыла сказать, что в процессе перемешивания картошечку нужно еще немножко посолить. Ну как немножко по вкусу, да. Чтобы, потому что получается внутри как пюрешка. А мы же не соленую картошку запекали. Вот такие вот у меня получились как лодочки. Ну, соответственно, сверху я выкладываю колобаску. Вот так вот. И сыр. Вот такая красота у меня получается. И отправляем в духовку. При той же температуре ставлю там на 5-10 минут, чтобы расплавился просто сыр. И все. Как я уже сказала, можно делать с курицей, с грибами. Ну, в общем, как угодно. Как вам больше нравится. Но у меня вот такой детский вариант картошки. Ну и вот заправила салатик просто сметаной. Вот. Огурцы у меня что-то мы подъели все в парнике, которые... В парнике, в теплице. Вот. Там только маленькие остались. Пусть подрастут до завтра. Поэтому сделала только с салатом своим с огородом. Лучком. Помидоры у меня покупные. Вот. Так что чуть-чуть буквально салатика покрошила. И вот такая вот картошечка у меня получилась. Она постояла в духовке у меня где-то минут 7, наверное. Вот. Собакина тоже решили поужинать. Дала им там немножко корма. Так что вот такой вкусный ужин у нас получается сегодня. Ух. Ух.